что такое церковные праздники и вообще зачем они нам даны и праздники ли они вообще ведь это не всегда радость, веселье, векование и правда не всегда чаще же это наоборот грустное воспоминание, напоминание о важных событиях в жизни нашего Господа и которые имеют своей целью чему-то нас вот что радостного в этом, что в сегодняшнем празднике, то что Иисус заплакал, когда вошел в Иерусалим что радостного в этом празднике, как событие и вот сегодня праздник, вернее как я сказал событие, с которого начинается страстная неделя очень важное время церковного года, очень важно и это событие торжественный, его называется так, торжественный въезд Господа в Иерусалиме, или по-нашему по-русски вербное воскресенье ну почему я не буду объяснять, все знают, что произошло это от того, что постелали вербы на дорогу Казашова Иисуса на услике еди а у нас почему-то срезают первое, что расцветает, это верба и несут в храм, чтобы их посвятили а потом крестали девочек по ногам, баловались и все остальное просто ну так, это как в моей памяти это было ну все-таки я хочу, так как мы верующие люди должны знать, как это все было, как это описано событие в Библии почему я, ну я это кстати, вот знаете, как легко плыть по накатанной вот я уже в 20 лет верующий и как бы знаю это событие уже, как бы на результате мне само собой, вот Дима рассказал про услика, и мне это понятно а кто-то вновь пришел, и говорит, какой услик, откуда он так взялся, понимаете вот нет, вот понимаете, первый раз человек пришел в собродник, какой услик причем здесь услик так вот, для этого надо читать первоисточник чтобы люди знали, что же произошло в этот день, 2000 лет назад, правильно? Аминь вот, и я вот решил взять Ивана Рядмарка, 11 главу, по 10 стих, с 1 по 10 когда приблизились к Иерусалиму, к Иерифагии, горе Леонска Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им пойдите в селение, которое прямо перед вами входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла вот оно оказывается на которого никто из людей не садился отвязав его, приведите и если кто скажет вам, что вы это делаете отвечаете он надобен Господу и тотчас пошлет его сюда они пошли и нашли молодого осла привязанного у ворот на улице отвязали его и некоторые из стоящих там говорили что делаете зачем отвязываете осленка они отвечали как повелел Иисус и те отпустили и привели осленка к Иисусу возложили на него одежды свои Иисус сел на него многие же посылали одежды свои по дороге а другие резали ветви с дерев и посылали по дороге и предшествовавшие и сопровождавшие те которые были и те кто сопровождал восклицали ассана благословен грядущий во имя Господне благословен грядущие во имя Господне царство отца нашего Давида ассана вышлих аминь аминь вот такое событие и церковь Божья сегодня вступает в особые дни дни очень насыщенные как я сказал дни радости и в то же время трагизма радости и трагизма в дни в которые была стерта граница между вот ассана и распни в дни когда желание иметь доброго земного царя батюшку не позволило людям увидеть перед собой царя всех царей живого всемогущего Бога во всех четырех евангелиях во всех буквально это событие упоминается и описывается довольно подробно а что это значит кто мне может сказать да это значит что оно имеет особое очень важное значение в жизни спасителя и для нас славы для всех нас еще пророк захария вот за пятьсот лет события предсказал его и описал его такими словами ликуй от радости чель сего ликуй торжествуй чель Иерусалима все царь твой грядет к тебе и посмотрите описано все праведный спасающий кроткий сидящий на ослице и молодом осле сыне подерег ну откуда захария мог предсказать что так будет что вот твой царь грядет на осле он не на на коне на белом с шашкой с папахой или чем кроткий сидящий на осле и в этом событии много очень много назидательного для и полезного для нас ну первое что наиважнейшее что это бич для всех нас это мы можем увидеть здесь беспрекословное абсолютное послушание ученику чему ну казалось бы очень странному по повелению господа да очень странное ну какое-то нелогичное пойдите найдите приведите там где-то привязанного осленка и произнесите если кто-то будет возмущаться ну в случае возмущения не менее странный пароль он надобен господу я представляю что сейчас бы ответили на это нынешние люди странно но ученики пошли и сделали так и нашли и привели аминь беспрекословное послушание интересно также описание реакции на вот это шествие Иисуса это уже мы возьмем молоку и когда он приближался к спуску с горы все множество учеников начало от радости люди вели вели глаз на славе бога все чудеса которые видели они говорят благословен царь ведущий во имя Господне мир на небесах и слава выше аминь конечно конечно люди видевшие множество чудес которые сотворили исцеление насыщение тысяч народа несколькими хлебами и рыбками и они видя это все они давно уже хотели взять иисуса когда написано нечаянно взять и поставить царем нечаянно и вот он этот царь сам царь въезжает в столицу и люди думают ооо наконец-то неужто все наши беды все несчастья все терзания прекратятся это тирания Рима прекратится нам придет свобода благословен царь благословен царь ведь именно такой царь нам и нужен именно такой царь он добрый простой любящий и в то же время всекущий вы только подумайте и стихии повинуются ему они помнят прекрасно как иисус когда буря была лодка ушла одну он встал и запретил ветру и буря утих стихии вот такой нам царь целый раз но на этом празднике присутствовал еще один не бог а божок хитренький подлинненький такой фарисейская гордынька который скрежетал зубами от зависти и запрещал ученикам славить иисус запрещал запрещал и вот только представьте себе чтущий поклоняющийся богу иерусалим город бога да иерусалим только оказывается казался святым и праведным но на самом деле он являлся гробом окрашенным что заставило это заставило господа глядя на иерусалим на храм на котором было наречено его имя горько заплакал и когда приблизился к городу то смотря на него заплакал и сказал если бы и ты хотя в сей твой день узнал что служит к миру твоему я не думаю что это очень праздничные слова правда да но эти слова обращены в сердце каждому к нам если бы ты хотя бы в сей день узнал что служит к миру к миру иисус иисус плакал не извините не о вавилоне не о дамаске не о египте он плакал об иерусалиме о своем избранном любимом народе к которому к которому он пришел а они не приняли его ну и затем как мы не читали это но здесь тексты кстати луки затем господь вошел в храм и войдя в храм начал выгонять продающих и покупающих почему храм это его дом да дом на этом храме наречено его имя и еще один момент ревность по дому моему снедает меня так это дом его мы вот как написано в евреи дом его мы мы храм святого духа живущего во нас так это тот храгзалинский храм как образ того что что будет в новом завете храмом становимся мы верующие в Иисуса Христа и он начинает выгонять из нас то что оскверняет и учил их говоря дом мой есть дом дом молитвы а вы сделали его многие из нас делает этот храм вертик у нас будет там не чистые мысли там не чистые желания действия это все к нам ну давайте мы вернем непосредственно в то время эти слова относились к фарисеям кто такие фарисеи это религиозные деятели того времени очень такие активные они сделали храм Божий домом торгов и они же с книжниками и первосвященниками решили убить Иисуса и искали удобного случая как это сделать что характеризовало фарисеев что побуждало их так поступать вот давайте краткую характеристику фарисеев прочитаем все же дела свои они делают с тем чтобы видели их кто люди они это делают не для Бога а для того чтобы их похвалили люди чтобы им восхитились люди все же дела что делают тем чтобы видели их люди похвалили также любят предвозлежание на пиршество ну это хорошее мероприятие на пиршество ну возлежать на первых рядах да председание председательствовать в синагогах приветствия в народных собраниях и чтобы люди звали их учитель вот понимаете то есть чего они искали они искали почета уважения превозношения и самые резкие слова Иисус произнес именно в отношении их в отношении фарисеев вот семикратное горе вам фарисеи лицемеры вожди безумные он их назвал слепые назвал их змеями порождение они почему они заботились о внешней чистоте а внутри были полны хищения и всякое неправы но теперь мы спросим какое это имеет отношение к нам к нынешнему времени верующим нового завета какое отношение это же были фарисеи а мы же фарисеи существует реальная опасность у всех нас соскользнуть на вот эту дорогу фарисейской самоправильности очень легко возродиться своей духовностью какими-то откровениями моральной чистотой добрыми делами поступками ну какой-то непобочностью и опять-таки это соотнести себе что это ядости или ядости его и вот уже знаете звучат слова о я не такой как вот этот вот мытарь грешник я не такой или я не такой как вот этот брат гуляка который прокудил имение когда я всегда был при отце я служил ему верой и правдой и господь поэтому предупреждает предупреждает вот лука берегитесь закваски ее очень легко поймать вы не заметите как я на себе ее ловил несколько раз вовремя ее увидеть господи прости убери я не достоин тебе развязать обуну чтобы я был получал от тебя что-то какую-то хвалу бойтесь закваски форекситка она капнет и начнет соображение и вы не заметите как вы станете вот таким я великий высокий непревознесенный умейте слушать людей если они хотят вам что-то сказать правда а то иногда такое бывает предъявляются претензии это пастор не хочет слушать так вы не говорите ничего вот в чем проблема фарисей влюблен в себя высокомерие самолюбие самовозвеличивание самоправедность вот в чем он благодарит бога за то что он лучше прочих людей это и есть дух осуждения хотя он не проявляется так но дух осуждения и дух превозношения и апостол Яков пишет такие слова не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с кудыми мыслями прежде всего нужно смотреть в себя оценивать себя исправлять себя еще один назидательный момент из этого события народ народ это мы опять же который казалось бы так искренне славил и приветствовал Господа возносимый ему хвалу но уже через несколько дней он в выступлении кричал распни его злостью кричал распни что можно из этого сделать такой выбор понимаете что радостное словословие и бодренькие песнопения и выкрики провозглашения халилюя слава Богу это еще далеко не все есть собрания где ну все халилюя несется постоянно одно халилюя больше ничего нет но это еще не все важно сердце и мотивация то что побуждает тебя к этому что благодарность Богу радость что он спас тебя или что побуждает или просто толпа кричит Асана и ты Асана халилюя что опять в себя посмотри не надо смотреть по сторонам о тот руки не подымает а тот стоит как чурбан а тот и не туда смотри смотри на Бога и ты его славь смотри в свое сердце не надо смотреть на сердце соседа вот что можно вынести из этого ну почему так произошло тогда и так происходит и в нашем мире повсеместно повсеместно почему многие радостно принимают а затем с печалью отходят почему и ответ на верное в словах апостола Павла потому что все ну прочтите ищут 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 своего а не того что угодно Иисусу Христу скажите аминь 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 вот почему так происходит мы даже того сами не замечаем мы ищем того что угодно нам аминь 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 да народ ждал царя но такого царя который бы разрешил бы все их проблемы который бы напоил накормил выселил прогнал римлян дал свободу и в то же время был бы добр и непритязатель понимаете добр и непритязатель никаких претензий как живешь так и живи нормально я тебе все дам ну как хочешь так и живи он классный царь ищут такого Бога доброго щедрого милостивого исцеляющего но отнюдь не владыку отнюдь не господина отнюдь не справедливого и строгого а он такой ищут не Христа чтобы быть угодным и послушным Нему и служить Ему а ищут получить что-то от Христа здоровье успех благополучие и вот эти благословения вы знаете именно эти благословения подсознательно у многих вот на подкорке так сказать на первом месте стоят на первом месте и прежде всего а ведь по Писанию правильное будет как ищите же прежде чего и тогда это все что приложится если вы будете искать Христа прежде всего то это у вас будет и не надо будет кому-то завидовать ой у тебя там покупают машину у тебя дома там еще что-то оно прикладываться будет вам не верите? или верите? это слова Божьи и они на практике они реализуются я вам говорю сто процентов ну ищите прежде всего Царство Божие ищите Бога служите Ему и это все приложится вам и молитва должна быть такой Боже покажи покажи мне что служит к миру моему что служит к благословениям моим чего я сейчас не вижу что ныне сокрыто от глаз моих может какой-то божок заберется или истукан выплавленный мною уже царствует во мне руководит мною ослепляет мои глаза и я поклоняюсь ему может я так люблю деньги что уже просто прилип к нему и не вижу это а они мною владеют я все делаю только чтобы их было побольше а Иисус это как бесплатное приложение Господь благослови чтобы у меня карман побыстрее топырился еще больше но посмотрите на себя это я не в воздух говорю это я вам говорю легче вам жить будет но ты Господь сказал через порог безумствую всякий человек в своем знании срамит себя всякий плавильщик истуками ибо выплавленная им есть ложь и нет в нем никакого духа это совершенная пустота дело заблуждения выплавленная нами то что мы себе придумали что если я буду делать так 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 и буду делать то 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 я буду вот такой замечательный не будет этого это ложь это дело заблуждения но у истинных твоих верующих детей Господь всегда есть Бог аминь 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 мир в душе мир на сердце мир в жизнь велик мир будет у сыновей твой которые будут идти твоим путем которые будут любить и служить тебе и все все что от тебя требуется люби Господа и будь послуженным не на словах а на деле и все именно этому учит сегодняшний день сегодняшнее событие этот праздник он говорит о том что Бог наш велик что он достохвален аминь о том что Иисус пришел в этот мир чтобы найти и спасти погибшие правда да найти и спасти и чтобы отдать душу свою для искупления многих что он единственный достоин всей хвалы всей славы и всего его поклонение ибо написано да ибо все из него им и к нему ему вечное слава во веки аминь все им все от него и все к нему так что возлюбленные наступает страстная неделя еще раз вам напомню насыщенная очень значимыми такими напряженными событиями и первое из них так сказали сегодняшний торжественный въезд спасителя в этот день еще один момент иисус окончательно открылся народу кто он есть и когда вошел в иерусалим представители сейчас звуки фанфаров и фанфары там трубы когда его въезжали весь город пришел в движение кто сей кто сей кто сей каждый из нас обязан ответить себе на этот вопрос а кто для меня иисус христос кто для меня иисус христос если царь и господь то где почтение где повиновение где поклонение и выражается ли это как-то в моей повседневной жизни это можно сказать да господь я поклоняюсь тебе а как это в жизни в четверг возлюбленная вечеря господь в семь часов вечера здесь на этом месте вернее это день в котором была дана эта заповедь и мы об этом вспоминаем и и к ней надо готовиться к исполнению как написал Павел очистим себя от всякой скверной плоти и духа совершая святые страхи горе аминь аминь ну а затем будем готовить себя к встрече самого любимого самого радостного праздника церковного года пасхи светлого христового воскресенья и конечно будьте скромны как например время будьте единомысленно между собой не будьте сокомудрствуйте о себе но последуйте не мечтайте о себе и давайте искать того что будет служить к миру и ко взаимному назиданию и как написал Павел своему возлюбленному ученику Тимофею держаться правды веры любви и мира со всеми призывающими Господа так от чистого сердца от чистого сердца вот так вот будем поступать в эту в этом преддверии великого праздника и пусть Господь сегодня действительно въедет войдет в каждое сердце и будет станет Господом станет всемогущим владыкой станет царем и добрым пастором вашим во веки и веки аминь аминь да благослови вас Господь давайте поможем